Добрый вечер, Наталья. Железовка Старова. Вопрос ютуба. А, ну-ка, Андрей Зе. Зе, Зе. Вы-ка, здравствуйте. Как сажать овощи деревья? Вы уже нас научили. Научили, как сохранить болезни. Сейчас все абрикосы. Сделайте вебинар по болезням косточков. Делать это представляет себя, что я, наверное, не в состоянии, потому что у меня деревья не болеют. У меня общее понятие есть, например, что делать-то бедного. В общем, смотрите, возможно, не будет ответа на этот вопрос. Посудите сами. Вспоминаем. Берем 100 вопросов, не вопросов. Это касается напрямую. Почему болеет? И в фотографии. Вот. Я смотрю, листья начинают там жухнуть, желтеет, чернеет. Ну, такой план крупный. Все, ничего не видно. Тогда я говорю, давайте-ка, давайте-ка со всех сторон. И тут выясняется. Жуткие вещи. Я беру и сотни, любые. Посадили в этот самый. Так хочется сказать, что на монтаж. В этот. Покрышки сгнило. Посадили. Потом начинаю выяснять. Чаще всего. Делали обрезку кроника? Нет. А корни? А корни, как всегда, изувеченные. Чаще всего они голые. Или они посажены в горшки. Но посажены перед продажей. То есть в горшках они не росли. И там земля, только чтоб не высокоен. А на самом деле, когда начинаешь горшок разрезать, вот это. У меня было два смешнейших случая. Вот, если уже этот, телеканал Бобер, а у меня, а это есть, это на их сайте есть. Они не убирают эти ролики, дурацкие. Вот, они приготовили посадочное место. Они взяли, разрезали горшок. Ну, он мягкий. А потом отвернулись, чтобы мы не видели. А я-то наблюдательный. И вижу, что у них в руках земля высыпалась. И они садились с голыми камнями. Утверждали, что садить надо с горшком. То есть, а у них не нашлось ни одна... А заготовка ведь уже... Их там я смотрел. Их там только... Это... Их только этих... Человек десять только персонала. Начиная с этих сфей и кончая там помощниками, светителями там, прочими-прочими операторами. Человек десять. Они все на этом зарабатывают. И вроде бы телеканал серьезный. Каждый раз, когда они саженец выбирают, для того, чтобы показать нам посадку, обрезку, они обязательно выбирают такое дерьмо. В данном случае они не смогли найти, чтобы из горшка вытащил, в руках подержал, а в ком в земле садим. И даже если не отрезать, как я учу, даже закрытие корневой системы я учу отрезать. Но даже если ком нормальный, уже хоть какой-то шанс есть. А здесь бах! Лето, листья, вот столько голых корней и двухметровый сад. Что с ума сошли? И вот это для учебы. Они понимают, что они показали, забыли, потому что у них следующий сюжет, что никого не волнует, не тех, кто должен следить, чтобы это была качественная съемка, что не подставить людей. Они отвернулись, и видно было, что ком рассыпался. Это касалось только того, что, значит, саженцы полноценны, да? И вот этот неполноценный саженец с голыми корнями, с неотрезанной кроной, еще отрезали все, и вот тут все болезни. Называйте манилиоз, комикокос, значит, стереопута этот, спорез пород. Видите? Я за пинкой произношу название. Почему? Потому что мне этих вещей, я их никогда в жизни не видел, только на картинках. И у этих же специалистов подходит к искорительному саженцу, покрытому грибами, и начинает учить. Вот сейчас опрыскив, грибов не будет. Они даже этого не знают, что опрыски не опрыски, а на это. И мне был самый любимый пример, друзья, ну мы сейчас расстанемся, я расскажу. Реанимацию приходит, допустим, а там запах тяжелый, там люди умирают. Приходит, допустим, вот такой баллон дезодората. И прошелся по всем, ну, может заранее этих умирающих воздеть, это лучше докола, вот, и дезодорант, а он же еще на спирту, это же вот такое. Это, кстати, все, что на спирту, это лекарство. Вот. Это, говорит, старый алкаш. Я себе, Наташ, у тебя называю старым алкашом, так же, как старым большевиком, так же, как называю себя старым кахлом. Но это все в шутку. Вот. Но, тем не менее, дезодорантов всех больных или же умирающих опрыскать запах. Смерялся, все прекрасно, все встанут и пойдут. Не встали, не прошли, и деревья так же не вылечили. И мне это, спасибо большое, что брат передал вопрос от Андрея Зе. Вот. А сохранить от болезни, значит, это для большей разницы, как лечить от болезни. Как сохранить болезнь, я, в принципе, это столько раз вам говорил. Это не то, что вот специальный вебинар, и опять, ну, я просто жалуюсь вам. И опять начну с этого же самого, с чего я иначе всегда говорю. Садить на постоянное место, костички не заглублять. Это и есть сохранение. И не будет болезни. Вот. Я вам говорю, самое страшное лето, когда холоднее лета не было. Солнца нет. Дожди день через день. Вот. Сырость невероятная. К осени не выдержали груши. Вот. На нескольких грушах появилось это. Это нормально, я считаю. Они как раз и не предназначены для такого климата. Вот. Вот на них появились грибы. Именно на грушах. Ну, это, значит, парша. В основном парша. И это нормально. Но на абрикосах, нет, той паршинки не было. Это значит, что я опять не заглублял костички, помните? Значит, не делал искусственные штамбы. Если пересаживал, то отрезал полную кроны. Вся учеба. А дальше, что я скажу? Это и есть наука вся. И мы её всё прошли, всё проходили. Отправьте её, скажите. Вот смотрите, где задний вебинар. Знаете, я с чего начинал. Сейчас вы попадёте в ужас. Сейчас вы упадёте в ужас. Мы уже фактически закончили. Мы можем поговорить. Кому не надо, неинтересно, отключайтесь. Вот. Я тут приготовил список. Один раз я хотел действительно разобраться. И с наукой совсем. Молодой был другой. Вот вижу, что всё не так. Чтоб всё с ума посходили. Знаете, вот пример такой, да? Вот. Мелма. Видите? Все до единого светит на кончиках ветра. Блин, всех приказано все отрезать. Что ты будешь делать? Вот. Тут у меня много для вас интересного. Я сейчас просто найду одну эту. Один список. Надежда, ещё смотришь? Чё нет? Смотри, пригодится. Абсолютно живо. Как можно вот это сгноить? Если дерево дало 40 ведер отборных плодов, можно считать, что оно дало 40 ведер грилых косточек. Можешь считать? Я представляю, я вас извините, я практически вас высек. Будете думать в следующий раз, как позорить меня. Я здесь положил 40 лет. Сейчас, 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 сейчас. Вот она, правда, жизнь нигде. Вот откуда беруся в штабы. Я вам столько раз рассказывал. Эх, жалко. Я вам хотел такой список показать. Если я начну его, этот список, это касается обрезок. Он у меня ещё в другом месте есть, то я его сюда размышел. Если касается обрезок, то извините. Всё, не буду искать. Время выходит. Итак, вебинар. Ну, я в другой раз покажу. Последний раз его, что ли. Любимый, добрый вечер. И на сегодня всё. Знаете ещё, почему нас мало? Потому что, как многие говорят уже, помните, как там было? Спасибо, мы уже вы нас научили. Я обучил тысячи людей. Многие из вас уже могут сами лекции читать. Сами, 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 сами. Здесь таких, по крайней мере, половина. В своих клубах. В своих вузах, которые в ваших областных центрах. В техникумах, в этих колледжах. Вот вы уже всё моложе. А мне самое обидное. Ну, говорю, Серёга, ты поступаешь в колледж шушенский, и всё. Тебе проходы не дадут. У тебя лучший бетонник России. У тебя с отцом лучший сад в Сибири. Ничего подобного близко нет. Науки нет. Нет сада в этом расшушенском. Как можно учить студентам сельского хозяйства, если они идут? Спят на уроках, и больше ничего. Что же это за у нас за такое это? За такая наука, а? Как так можно? Ну, ничего. Там же столько студентов. Найдутся с горящими глазами. Они тебя замучат. У тебя появятся друзья. У вас появятся совместные планы. Получил зиплэнер. Ни разу, ни один, ни подошёл, и не задал ни одного вопроса. Вот так. Ну что, всё. Грустный момент. Больше у нас не стало, меньше у нас не стало. Мы будем заканчивать. Значит, вы уже поняли, что никуда не деваться. Есть шанс один на всю планете. Завтра я не знаю, что будет. Пожалуйста, задавайте вопросы. Вот. На любой вопрос есть ответы. Видите? Вот это видите? Это было всё сожжено. Это жердели в Береславский район, Херсонская область. За три года ни одна ячика не подняла. Приготовили к продаже. Кинули Сергея. И всё это пошло в костёр. Вот. А это... Это будущее тысячи-тысячи мёдер абрикосов. Согласны? Всё, друзья. Итак, косточки за мной. Если Мельникова смотрит, я перед ней виноват. Я даже умудрился фотографию не показать. Значит, фотографию покажу в следующий раз. Я её сегодня фотографировал на пони этих сней. Она садилась в присядку с саженцами, которые она вырастила. И так живу немножко, несколько десятков. Значит, кустарниковая жива укоренённая, значит, стопроцентное материнское качество. То есть, это сортовая. Дальше шелковица. Если у неё полсотни 30 или 50. Рекомендую. Желательно приехать и выкопать и всё и не заставлять ей проблемы. Вот. А что потому что это по сути и по пути особенно осень очень тяжело. Но надо бы хоть часть продать осенью. Хотя бы часть. Итак, живу шелковица. Третье это смородина. И четвёртое крыжовник. Крыжовник сортовой чёрный от латинкова. Это знак качества. Крыжовник. Так. Ну, малина не высылает латинков. Так. Крыжовник от этого доктора наук начал забывать Селинграда. Своскнила. Ой, не крыжовник, это тот самый. Живолость. Это от него. Привезли предприниматели. Хочу подарков мне от него. Извоскнил Новосибирск. Так. Прекрасная живолость. Фотографию другой раз покажу. Захлебнётесь отсюда в ней. Дальше. Шелковицу я уже хвалил, хвалил. Я сколько мог срезал, продал веточками. Получилось, ну, может быть, 12 посылок, по 3-5 веточек, даже 7. Это всё. Ну, а дальше я уже не рекламирую. В каждом днём переживаемость будет хуже. Июль кончается. Вот. Кто-то спросил, я говорю, ну, а строки рисковал, сразу ищет. Рисковать не хочет. Хотя я всё же свискую. И ещё что. Повторяю. А, и мажорский амприкос однолетней сеянцы не привитые. Там скромно даже до сих пор если на эти, да, персики уже есть на первый десяток персиков по 700 рублей уже есть желающие. И есть на второй десяток персиков по 800 рублей. Вот. А всего их у неё 50. Теперь третий десяток будет стоить уже 900 рублей. По принципу на ритм подешевел, а это ещё дёшево. Сеянцы персиковые пригнули, закрыли и восплодали. Вот. вот их пятый палец, потому что четвёртый палец это мажорский абрикос тоже сеянцы. Вот. Начинаем с самого низа, то есть по 300 рублей. Стоять десяток будет 400, потом 500 и 600 и так далее. Вот это такая хитрая вещь. Вот. Называется заманиваю. Всё это я придумал, я делал купить картонные ящики, выкопать, обрезать, заранее вместо вас. Корни мы заматываем в мокрые тряпки, в сырые тряпки, полиэтилен, этого достаточно. Вот. И вскоре, первым классом, вскоре на посылке. Это накиньте 1000 рублей. всё. Вот теперь я сказал косточки у меня, саженцы у Сергея Железова и у какие попроще. Ну, это попроще. Ну, и недорогие это Юлия Сергеевна Мельниковой моей племянницы. Четыре вида кустарников и четыре вида кустарников плюс абрикосы непривитые сенцевые и персики сенцевые. И всё это, я считаю, это есть настоящая элита. Вот. Всё. Пока всё, друзья. Расстаёмся до заказа. Расстаёмся. До всего. Расстаёмся. 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 Продолжение следует...